Здарова всем! В этом видео я покажу вам самые упоротые, тупые и странные комментарии под моими видео. Но перед тем, как я начну, хочу сказать, что в творческой студии во вкладке «Комментарии» есть три вкладки. Первая — это «Опубликованные», вторая — «На рассмотрении» и вкладка «Спам». Так вот, пишите, пожалуйста, свои комментарии без матов, если хотите, чтобы я на них ответил. Не то чтобы я такой моралфах, просто YouTube может кинуть ваш коммент во вкладку «На рассмотрение» или «Спам». И её никто, кроме меня, не увидит. А я почти не захожу в ту вкладку. Думаю, с этим всё понятно, я начинаю. «Стут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвёмся по полной!» А начнём мы с комментариев под видео про Razor Cortex, а именно вот на этом моменте. Странное включить ядро ЦП, что это вообще? «Что?» Где я пошутил про криво сделанный перевод в программе. А вот наши три пациента. Вы только вдумайтесь, там написано «включить ядро центрального процессора», как будто Windows по умолчанию не использует все ядра ЦП. И если в программе от компании Razor настолько насрать, что они даже не удосужились нормально сделать перевод, о чём тут вообще можно говорить? Но перевод — это не единственная её проблема. Короче, если хотите понять суть, то смотрите вот это видео. Давайте посмотрим на эти три комментария подробнее. Ммм, правда. И что же значит включить ядро центрального процессора? Не шаришь по софту, не стоит пытаться делать обзор прогим. Для начала разберись, что к чему, а потом уже выноси мнение о вас. Что такое ядро ЦП? После этих твоих слов я понял, что обзор не обоснован. Что ж, дело в том, что... Некоторые люди просто б***ь тупые. И дело не в моей шутке. Возможно, да, я неудачно пошутил, признаю. Но, камон, неужели для этих двух приматов не доходит то, что Windows и так по умолчанию использует все ядра и потоки процессора? Да, в некоторых случаях бывает такое, что, например, если у вашего процессора много ядер и потоков, и стоит план электропитания экономный или рекомендуемый, то бывает такое, что он отключает, например, потоки, когда компьютер стоит без нагрузки. Но потом, как только вы запускаете игру или какую-либо программу, он опять их включает. Хотя, я более чем уверен, что даже если вы специально отключите одно из ядер своего процессора, то эта программа всё равно его не включит. Или речь идёт о том, что сама игра будет использовать все ядра и потоки. Хотя это тоже бессмысленно, ведь если движок игры не использует больше четырёх потоков, то хоть что вы с ней делаете, она не будет использовать больше четырёх потоков. Ну а третий комментатор просто... Этот парень пи***ь тупой! Иначе я не могу назвать человека, который интересуется читами, и, скорее всего, он их использует. Как я это узнал, я зашёл на его канал и посмотрел на плейлисты. Вот какие видосы там были. Кстати, мне интересно, что вы думаете по поводу читов в играх. Напишите своё мнение в комментариях. Также, если хотите ещё обзоров на тупые комментарии, то если на этом видео будет 50 лайков, я обещаю, что сделаю ещё подобный ролик. Как только наберу какое-либо количество, ну, таких негативных комментариев. Потому что их довольно-таки мало и искать сложно. Например, вот эти я искал где-то три дня. Следующий комментатор у нас Николай. Третья минута, третья секунда. Ты поставил 1 ГБ? Открой тебе секрет. 1 ГБ не равен 1000 мегабайт. В комментариях даёшь неверные советы людям. Как по цифрам, потому что не знаешь, сколько мегабайт в гигабайте. Так и по дискам, на которые ставить файл подкачки. В общем, ху** ты советчик по данному вопросу. Единственное, что было верно, чем больше ОЗУ, тем меньше подкачка. Что ж, Николай. Ты считаешь меня идиотом? Итак, неуважаемый Николай. Окей. У тебя проблемы с головой. Думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру? Пошёл ты! Окей. Пошёл. Пошёл. Я знаю, что в одном гигабайте 1024 мегабайта. Дваичная система исчисления. Но давай посмотрим. Вот я поставил вместо 1024 тысячу. Разве это повлияет на результаты теста, а? В твоих словах нет абсолютно никакого смысла в контексте данного видео. Что же касается того, на какой диск ставить, то абсолютно нет разницы, если разделы находятся на одном физическом диске. То есть, если на одном физическом, жёстком диске находятся два логических раздела, например, C и D, да? То хоть дели файл подкачки пополам на эти два диска, хоть ставь его целиком на C, хоть на D, нет абсолютно никакой разницы. И я это доказал в своём видео. При всём этом ты назвал меня плохим советчиком. Ну да, ну да. Кстати, под этим комментарием есть ещё один умник, который не понимает, что такое двоичная система исчисления. Ну, или не понимает, что память считается именно в двоичной системе исчисления, а не в десятичной. Переходим к следующему комментарию. Девятая минута, вторая секунда. Ни... Ничего не стоит. Учись монтировать. А так видео неплохо. А... Так. Ну, во-первых, там не должен быть... Буйок. Во-вторых, если бы даже я его там оставил, то Ютуб бы явно это не оценил. В-третьих, если у тебя не стоит... Причём тут моё видео, сэр? По-моему, вы ошиблись с сайтом. Но если серьёзно, что я должен там поставить? Кстати, если он ошибся с сайтом, то меня насторожила последняя его фраза. Пора задуматься над своим монтажом. А вот ещё один комментарий. Плотность пикселей норм выставить. И норм там такой параметр по-иному называется короче. У него 100 стоит. А на 120 будет вообще класс. Класс. Чётко. Получается. Никогда так не делайте. Этот параметр называется масштаб разрешения. Если его... Вообще не рекомендую его ставить выше 100. Потому что, например, если вы поставите его, например, на 150%, то ваша видеокарта будет рендерить картинку на 50% больше разрешения вашего экрана. А потом сжимать её под размер вашего экрана. То очень сильно влияет на нагрузку видеокарты. А для того, чтобы убрать пикселизированность картинки, придумали сглаживание. Но его тоже нужно уметь выбирать. Если хотите видео про сглаживание, то напишите об этом в комментариях. Вот какой коммент я нашёл под видео про опера GX. Какого это... Кхм... Нехорошая опера мне рекламу включает во время катки. Если это правда, то я зачувствую. Если бы со мной так было, я бы бомбанул примерно так. Ну а закончить это видео я хочу комментарием Трумпа. Я знаю, что я специально так произнёс его имя. You, clone. Чтобы открыть рут, нужно иметь права. А так не откры. И войдёшь to date. Будешь мозги людям. Я на это отвечу так. Чтобы пользоваться функциями, которым нужны рут-права, нужно иметь рут-права. Это слишком очевидно, чтобы я об этом говорил в том видео. Это как если вы хотите ездить на машине, вам нужна машина. Это примерно такой же смысл имеет. Окей? Что ж, радует то, что таких комментариев очень мало. Но первые комментарии, которые были у меня на канале, они были негативные. И мне хотелось бы сказать авторам, которые только начинают и начинают получать свои первые комментарии, они зачастую обычно... Вот обычно они негативные. Не обращать особо на них внимания. Потому что они, как правило, не содержат никакой конструктивной критики и просто засирают человека. Особенно если вы начинающий, то это будет очень часто встречаться. Даже сам YouTube от этого отгораживает, делает всякие разделы, сортирующие комментарии. На этом у меня всё. Это видео я сделал чисто для себя и подписчиков. Если вы хотите, чтобы я сделал вторую часть, то делитесь этим видео, потому что иначе оно никак не распространится. Это видео, наверное, покажется только моим подписчикам. Вот. Ну, на этом у меня точно всё. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...